А вот так меру, темперамент, наголтело, как на здоровый стиль. На Западе немцы, новые параллели. А у отеля на Западе 50-е годы, абстрактный экспрессионизм. Арчилл Боркин, короче, советский зритель мог видеть журналы Америка 70-х годов. Там Арчилл Боркин, ну, иммигрант, форум Боркин, гонгренка, тяжелая судьба. Хаин Сутин и прочая, так сказать, история искусств, которая сейчас признана фономически, по 21 веку. И, конечно, журнал Америка, вот тут сверло, мы видим определенного его воззаимствования, тех лет начались. Но союз художников и русского соцарта, соцреализма, конечно, все это еще своими устали на его формализмах. Я не очень так заботисто говорю, можно в таком же программе, в ключе, да? Ладно? Не разбежитесь, нет? Или многое непонятное? Я готов расшифровать любое слово «Что?» Такая краткая история в экскурсах искусств. Вы называете имена? Вы называете имена, а мы не знаем представление, что за этим именем стоит? Вы знаете, тогда вам надо взять карандашик, я вот эти термины записываю, записывайте в интернет. Вы знаете, не было в мои годы этого череда. Сейчас вот все раскрыто. Я сейчас надеюсь получить картинки. Мы посмотрим, какой это даже для меня на нее. А может быть и слововую классику, понимаете? Вот, я с удовольствием повторяю имена. Там, Тапинс, там, мы не будем там Андрею Орхолу говорить, там. Ой, сейчас. Значит, вы знаете, в журнал «Амелико» были два полиса информационных подачи. Понимаете, вот есть запрочиство в СССР. Вот, западные направления, информальные. Вот, откуда брать, понимаете, вот журнал «Амелико» спечатал через свой, там, этого, Нестерова, Назаренко, такие, бабушку, простите, женщины такие, кони в юбках, мать, вот они такие, оголтелые такие, мужчинам, мужчинам не хватает их, грубастости этим речем, да? И вот, был фильтр на насаждение исторических, так сказать, воззрений отечественными средствами, да, массовой пропаганды. И был вот такой выбор, значит, вот такого размера, как журнал «Амелико», журнал «Амелико» или журнал «Амелико» стоил, ну, зарплату, там, приведете, что. Журнал «Амелико» или 50 копеек, очень дешево, без нас ворота. По спец рассылке доставлялся на русский. Люди боялись его выписать себе на ног. Это для КГБ было клеймо на личности. Словно говоря, можно стать полнеблизным за чтение журнала «Амелико», прослушивание «Волосы Америки», «Би-Би-Си», «Свободная Европа», радио «Ватикана». Как у меня, естественно, эрудицы, да? То есть, вот, глушники, что говорят? Помните? Ну, неважно. А вот, значит, и понимаете, я не говорю про задорки Европы, понимаете, не хочу России. Я начал с Кандинского утыкать в ряд вторичных культур и, так сказать, явлений мирового масштаба, да? Начал с Кандинского. Так вот, и, понимаете, где она, эта школа? Вот, та школа современной живописи и современного искусства, которая не та, что в институтах делает агитбру, пропаганду, там, идеи марксизма и юнизма, Сталина, так сказать, Тех, которые, так сказать, вот были у нас в памятниках Кермеля, так сказать, на Октябрьской площади. Вот все то, что такое красно-звездасто-светпаста, молоткаста, словами Майковского, да? Вот, то есть, вот, искусство, оно к чьей ему ближе? То есть, понимаете, подкрой Сталина в 20-е годы консультировал. Спасибо.